В Тирасполе во дворе многоэтажек по улице Юности открыли футбольное поле. Сегодня там уже гоняли мяч. Подробности у Марии Китаевой. Пока Настя стоит на воротах и думает, как не пропустить гол, ее подруга Мия собирается бить свой первый в жизни пенальти. Опасный момент – удар вратарь Настя принимает мяч. Теперь у местных ребят есть свое футбольное поле на месте, где всегда был большой пустырь. В раньше я нигде гонял. Раньше я просто там играла на дворе. Во что играла во дворе? Ну, до гонялки там в прятки играли, а так в футбол не играли. Дети будут под присмотром данной площадки. Радуют то, что она закрытая со всех сторон, то, что из окна можно будет посмотреть, где находятся наши дети. Ну и, конечно, это плюс к любому, мне кажется, дому. А раньше ваши куда бегали футбол гонять? Гоняли здесь, на пустыре. Вместе с детьми пришли открывать футбольное поле. Мамы и папы. Мужчины признаются, сами не против тут потренироваться. Особенно по выходным или после работы. Раньше занимались футболом на стадионе в соседнем районе. Теперь ходить далеко незачем. Своё поле в двух шагах от дома. Будем надеяться, что с общими силами постелим здесь газон и будет нормально. Будем здесь бегать. Создание новых детских и спортивных площадок и футбольных полей в городских дворах – это важная часть благоустройства столицы и один из государственных трендов этого года. Средства на спортивные объекты выделяют из государственного бюджета. Работает программа капитальных вложений. Улучшение лица города нужно рассматривать в комплексе. Улучшение лица для туристов, улучшение для горожан. Нужно выйти на тот уровень, когда возле каждого дома, возле каждой группы домов будут и игровые площадки, и какие-то импровизированные тренажеры. Нам нужна сильная, здоровая молодежь, которая живет и ведет активный, здоровый образ жизни. Ну а отмеча на новом поле, сегодня детей было не оторвать. И кто знает, возможно, здесь, в этом дворе, вырастут звезды футбола. Мария Китаева и Дмитрий Ягодкин, ТСВ.